В 75-м павильоне Всероссийского выставочного центра ВДНХ открылся московский международный салон образования. От имени органитета салона, от имени Министерства образования и науки Российской Федерации я рада приветствовать вас здесь в этот торжественный день на открытие нашего салона. Впервые салон признан площадкой ЮНЕСКО, что безусловно повышает его авторитет в образовательном мировом пространстве. Здесь представлено 600 композиций. Участников салона в этом году 4,5 тысячи, которые будут принимать участие в дискуссиях, мастер-классах, мероприятиях, которые направлены на самые важные проблемы, обсуждение самых важных проблем образования. И хочу сказать, что мы сегодня принимаем представителей 75 стран. Особые слова благодарности нашим коллегам-учителям, потому что именно здесь и сегодня, в течение нескольких дней, они будут показывать свое мастерство. В рамках салона будут проходить удивительные встречи, повышение мастерства, профессионализма. Я очень благодарю всех учителей, которые откликнулись на наше приглашение. Это действительно специалисты высочайшего класса. И вместе с вами я хочу сказать большое спасибо нашим детям, нашим замечательным участникам, потому что для них и с их участием организовывается этот салон. В рамках салона состоялось собрание рабочей группы по внедрению медиаобразовательного профиля в структуру федеральных государственных образовательных стандартов общего образования под руководством заведующей кафедры ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан нашего университета Ирины Владимировны Жилавской. Медиаобразование надо развивать. Медиаобразование это та междисциплинарная метапредметная область научных исследований, которая поможет не только журналистам, как принято это считать, а не только антилологам, которые используют эти медиаобразовательные технологии в своей деятельности, или информационщик, как мы все привыкли, говоря про информационную безопасность или информационные технологии. Медиаобразование это то, что сегодня может стать национальной задачей для всего образования, как высшего, общего, дошкольного образования. То есть это то, что сегодня нас может сплотить и родить новую национальную идею, как развиваться, в каком направлении дальше идти, и что мы можем предложить для своих детей и для себя в общем. Мы имеем дело с тем самым случаем образования, которое развивается в условиях, когда дети учат преподавателей. И поэтому мы должны четко себе определить, каков уровень компетенции ребят должен быть сформирован, развит и заложена основа для продолжения обучения уже на следующем уровне образования, то есть в системе профессионального образования. Поэтому необходимо провести довольно серьезную ревизию тех самых требований к результатам обучения, тех самых компетенций, которые должны быть сформированы. Поэтому я думаю, что здесь у нас реальная возможность достичь быстрого результата, поскольку вы знаете, что в целом в разрозненном виде и очень общо многое можно найти уже в действующем федеральном государственном образовательном стандарте. Наша задача заключается в том, чтобы это сделать в концентрированном виде, и четко прописать, а вы знаете, что стандарт рамочный, те самые требования, те самые дидактические единицы, которые мы должны реализовать на уровне общего образования, начиная с начальной школы, с начальной школы, и создать очень такую хорошую подушку для того, чтобы формировать уже хотя бы модуль в требованиях подготовки специалистов на ступени профессионального образования, на уровне среднего профессионального и высшего профессионального образования. Последние события в нашей стране и во всем мире показывают, что если мы начнем работать, начиная уже с дошкольного возраста в мультимеда образовательной пространстве, мы будем упускать поколение за поколение. И я бы хотела предложить обсудить такой вопрос. Внедрение не просто медиа образования, а интегрированного медиа образования. Была такая концепция, которую предложил Зазнобина. Интеграция медиа образования с естественно-научными и гуманитарными дисциплинами. С одной стороны, это формирование грамотности информационной, да, это для всех. С другой стороны, это профильное обучение для ребят, которые хотят связать свою жизнь с медиа-профессиями. Этика, семиотика должны идти впереди, понимаете? А что же мы переносим? Мы переносим знаки информационные. Что такое информация? Это семиотическое знание. Третья вот эта подложка, это вот то, о чем вы говорите все время, это медиа-медиа-медиа, да? И вот четвертый уровень, да, это то, чем занимаюсь я, это медиа-психология. Как эти знаки, которые переносятся этой системой медиа, воздействуют на психику детей, малышей, взрослых и так далее. Мимо тех технологий и тех компетенций, которые мы определяем, нам нужно еще прибить все базовые знания, которые появились в этом 20 веке. Кино, телевидение, радио, которые нам нужно детям дать, для того, чтобы от каких-то знаний отказаться. Практически во все предметы может быть встроен модуль, раздел, параграф, тематика медиа-образовательного профиля, медиаграмотности, как мы ее определим. Сегодня как раз речь идет об вот этом самом интегрированном медиа-образовании. В деловой программе сессии Министерства образования и науки «Лучшие разработки для диагностики, обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» директор Института детства Татьяна Александровна Соловьева представила доклад об использовании русского жестового языка в обучении детей с нарушениями слуха, предложив участникам методические разработки МПГУ по данному направлению. Мы предлагаем не изучать русский жестовый язык замечательно, а дать ребенку представление о культуре, частью которой является русский жестовый язык, микросоциум, людей с нарушенным слухом. На стенде Московского педагогического государственного университета проректор Татьяна Николаевна Владимирова знакомила высоких гостей Каганова Вениамина Шаевича и митрополита Илариона с историей возникновения и развития первого высшего учебного заведения для женщин России МПГУ. Субтитры создавал DimaTorzok